Власть не является гарантом в реальности выполнения законов и Конституции, потому что те законы, что принимаются, они нарушают Конституцию. Те подзаконы, акты, которые принимаются, они нарушают законы. Даже на примере цифровой школы мы с вами, по-моему, об этом говорили. По семи направлениям мы выделили семь направлений, в которых грубейшим образом нарушаются и статьи законов, и статьи Конституции. Поэтому речь идет о том, что фактически ни статьи Конституции, ни статьи законов, они не срабатывают, когда нужно провести, реализовать интересы крупного бизнеса. Просто игнорируют, они куда-то исчезают. Когда надо, вдруг о них вспоминают, когда нужно убрать какую-то неугодную фигуру, или когда надо надавить на какую-то определенную социальную группу лиц, тогда это все вступает в силу. То есть получается такое действительно реальное ручное управление. То есть когда надо, эти законы используют как инструмент, а когда нет, о них забывают. И вот эта вся современная так называемая реформа, на самом деле это не реформа, это, конечно, уже такой мощный удар, окончательный удар по всей системе государственного управления, потому что меняется сейчас вся нормативно-правая база, которая у нас пришла к нам еще из Советского Союза. Да, вот, причем будет основательно меняться. То есть там эта программа, она делается, происходит, то есть реализуется очень решительно. И главное, безапелляционно, и главное, внезапно, резко, и опять-таки главное, без какого-либо обращения к общественности, без информирования общественности. Просто решение принято в соответствии с этими докладами, директивами, которые идут, опять-таки, извне, да, это не в России, вот, пожалуйста, даже достаточно, мы можем сами в этом убедиться, прочитав эти документы. Ну вот, а дальше как это все делается? Делать это следующим образом. Значит, будут убираться все те намовые правоативные акты, которые являются несовременными. А что такое несовременные акты? Это понятие, как понимаем, очень относительное, да? Вот, поэтому для того, чтобы это сделать, сейчас формируется соответствующий орган, значит, комиссии по регулятору и гильотине, куда войдут представители крупного бизнеса. И именно вот эта комиссия, она будет решать, то есть она, во-первых, сначала соберет, да, соберет все документы, которые есть, которые административные, там, нормативные, правовые акты, то есть все, что регулирует бизнес. Далее она осуществит, приведет все через фильтр, а вот, и затем все нужные, значит, им нормативно-правовые акты, они ведут вот в этот реестр, куда сможет обращаться бизнес. Но, значит, критерия, критерия не говорят, но, соответственно, предупредили просто на том, что одни, нормативно-правовые акты, они будут ликвидированы, как устаревшие, другие не будут изменены. И вот то, что будет изменено, значит, то, что ведут новый год, в реестр этот войдет, а те акты, которые, так сказать, не пройдут, это их лет, они будут ликвидированы. Ну, например, там, известно, что у нас санпина сейчас, да, где-то около 440, вот, они в 40 раз будут сокращены, останется только 10 нормативно-правых актов, да, там, 57 органов регулирующих будут упразднены, нам тоже же это предупредили. То есть грядет, действительно, такая мощная реформа. Но самое интересное, что вот этот реестр классификации всех вот этих вот требований, она будет теперь не по видам министерств, не по видам деятельности, а по видам бизнеса, то есть, например, не противопожарная охрана, да, не санпины, а там ресторанный бизнес, отельный бизнес и прочее. То есть бизнес, опять-таки, бизнес на первом месте. Далее, что у нас говорит, значит, пример, что необходимо у нас обеспечить доверие со стороны бизнеса к судам, что у нас суды так себя ведут, что они используют иногда такие жесткие меры, что бизнес им не доверяют. Поэтому необходимо и здесь тоже изменять вот эту вот базу, ну, а темно, вплоть до того, что очень, так сказать, резко как бы, да, убирают, например, те положения, которые раньше проходили по уголовному праву, переводя их в гражданское. Но и там, так сказать, тоже, да, резко вот опускать вот этот уровень требований. Теперь уже говорили о том, что МВД и ФСБ и другие правовые структуры, они должны участвовать в обеспечении вот этого доверия бизнеса к судам. Что там грядет, мы не знаем, но очень показательно то, что, опять-таки, не идут ни из интересов государства, которые должны, на самом деле, представлять интересы народа, а исключительно концентрируются, исключительно на интересах крупного бизнеса. Уже нам открыто говорят. Вот, значит, при этом, естественно, это все в экономике, да, мы видим полную такую либерализацию, да, убирают все, вся, все препоны, которые могут помешать бизнесу в его деятельности. А что мы видим в политике? Да, что мы видим в политике? А политике мы видим, так сказать, ужесточение, потому что прекрасно видно, что сегодня эта вся цифровизация, она приводит, сопровождается, а, в общем-то, это является одновременно и причиной, и следствием ломки социального государства, о котором мы с вами говорили. То есть вся эта социальная политика, которая сегодня проводится, она ведет к обнищанию населения, она ведет к деградации во всех сферах, в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому, естественно, протест населения, он будет расти, недовольство будет расти, значит, необходимо принять такие жесткие меры, которые бы предотвратили этот процесс. То есть, опять-таки, либерализация для бизнеса и ужесточение в отношении народа, широких слоев населения, широких народных масс. Вот что делает государство, так называемое.